28 июня. Оздоровительный комплекс села Бочкари Целинного района. Здесь утонул 10-летний мальчик. Трагедия произошла в бассейне. Следователи возбудили уголовное дело. По данным следствия, ребенок находился без индивидуальных средств защиты и контроля ответственных лиц. По факту смерти ребенка следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации. То есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Администрация оздоровительного комплекса Бочкари выразила соболезнования родным и близким погибшего. Руководство отмечает, что на базе села Бочкари не существует детского лагеря. Сюда приезжают на сборы спортивные команды в сопровождении тренеров. 28 июня после заселения в гостиницу два тренера команды приняли решение повезти детей на купание в бассейн оздоровительного комплекса. В момент нахождения в бассейне в результате ненадлежащего контроля со стороны взрослых ребенок покинул бассейн для купания детей младшего возраста, не умеющих плавать, и переместился в основной бассейн, в результате чего произошел несчастный случай. Ребенок утонул. Еще одна трагедия случилась 1 июля в Панкрушихинском районе. Там утонул 14-летний подросток. Мальчик вместе с другом пошел к пруду в селе Вележанка. Дикий водоем, дети без присмотра взрослых. Тело погибшего подростка достали из воды специалисты. Возбуждено уголовное дело. Еще одно ЧП в первый день июля произошло на озере в Кулунде. На необорудованном водоеме утонула 30-летняя женщина. А вот на Колыванском озере развлечения едва не привели к гибели нескольких людей. 29 июня на водоеме в селе Савушка туристы заказали услугу – катание на плюшке за гидроциклом. Во время торможения надувной аттракцион влетел в пирс. Возбуждено уголовное дело. К счастью, без жертв обошлось и на реке Черыж около села Краснощеково. На необорудованном водоеме отдыхала компания. Одна из женщин исчезла под водой. Спасательный отряд и полиция нашли женщину живой и невредимой в километре от места происшествия. Течением ее вынесло на противоположный берег. Отдыхая на воде, специалисты призывают быть предельно осторожными. Не заплывать на глубину, не плавать в состоянии алкогольного опьянения, выбирать для отдыха безопасные места, не оставлять без присмотра детей. В случае непредвиденных ситуаций звонить по телефону 112. Валентина Аскерова, День с толком.